Баварии 2-1 и над Ферентиной крупная 3-0. Поэтому сейчас в этом турнире Арсенал лидер. Ну а мадридский Реал, конечно, горит желанием реабилитироваться за поражение в матче против Баварии. Состав Реала сегодня в заявке. Кстати, что любопытно на этот матч оказался Гаррет Бейер. Вокруг него очень много слухов, разговоров, домыслов, где он свою карьеру продолжит. Об этом мы обязательно поговорим. Мы, я говорю, не случайно, потому что Михаил Поленов и Константин Генич вместе с вами на этой шикарной афише, где, надеюсь, нас команды порадуют хорошим результативным футболом. Кстати, пока на этом турнире нет ни одного ничейного результата. Да, и голов забивается довольно много. Еще раз доброй ночи. Вот еще раз состав. Мы видели расстановку мадридского Реала, конечно, она истинно не соответствует, что Тони Кросс только в пьяном бреде. Ну, просто потому что они раньше стартуют. У них старт сезона уже... Один из новичков Ферлан Минги, пришедший из Леона. Справа Дани Карвакаль. Второй. В опорной зоне Тони Кросс Лука Модрид. Так 6 лет он давно в арсенале. Пришел из Индепидента. Это Азар Мамея. Еще один шанс. Честно говоря, выглядит не очень привлекательно, хотя я тут от маркетинга далеко и... Валерий Картен. Не только у тренера момент, что здесь. Здесь штрафной удар в опасной близости от ворот. Начо сыграл не лучшим образом. Кавашиноц у него из-за спины... Расскажем. Озил бьет и на вас мяч отбивает. Еще один удар. Капитан молодежки. Ух, какая еще одна потеря. Удар поворотом прямо в руки Кейлору. Две подряд потери у Кагдарян 34-й грани Джака. У нас удар поворотом первый. Серьезный в этом матче. И наносит его Реалу за пределы штрафной Мартино. Серлан Мендий заблокировав перед чужой штрафной передачей. Сейчас, правда, ошибается. Серхио Рамоса, Бамиян, далековато мяч. И в первом тайме, и во втором проблемы были. Но играл Реалу, особенно в первом половине встречи очень хорошо. Друзья, момент. И забыл ударить для Казет. Но там, конечно, кто-то руку, и сыграл, и будет пенальти. Да, это не красная карточка? Ну, вообще, по-хорошему, вполне из ворот практически не убивает мяч, но как иначе. Да, из пустых ворота рукой Канаваса. Ой-ой-ой, как красиво от двух штанг. От двух штанг мяч влетает даже не в сетку ворот, а просто загадывается за линию. Да, да, красиво. Начало игры действительно достаточно яркое. Но то, что начал удаленно... Команды играли в равных составах. Еще один удар. Это Генрих Микедарян. Очень лихо бежит Арсенал. Очень лихо. Начал лучше мадридский клуб. А сейчас Арсенал кого-то подзывает из запасных. И удар, ну, что творит Кейлош. Заброс. Здесь Лукас Васькес. Карвахаль. Надо исправляться. Карвахаль. Подарича. Серхио Рамос, ты сказал, что реалистично увидеть его справа в атаке. Вот, пожалуйста. Нет, это кросса в центре оборота. Как не сказать, что команда под нагрузками, да? Особенно, если говорить про темп ошибок. Действительно, перед этим была тоже, в общем, желтее не придумаешь. Ну, то есть, ты ведешь к тому, что здесь... Блин, давно ждет передача. Парахаль. Падение. Арбитар. Ну, ничего не бывает. Показывает, что все в пределах правильно. Так вот, Кисельны был недоволен всем. На Эмире Валенсии. Сейчас Бензима с мячом не прошла передача. И здесь хорош Чамберс добавит. Ой, какой пас. Какой пас. Ай-яй-яй. 2-0. 2-0. Какой пас сделал Ля Козе? Та и забивает Абамиян. Как ни старался Серхио Рамосу, он все-таки мяч сохранить. В поле не сумел. И от ноги капитана Реала мяч влетает в ворота. Ну, какой пас. И опять похожим получился эпизод, потому что когда пенальти зарабатывался, там ведь тоже сместился он и казать. Там немножко по-другому все развивалось. Ну, вот здесь как здорово. Как же он придумал эту передачу. Ну, а дальше Абамиян. На арсенал был такой Абамиян. Подача. Неожиданно это просто ошибка графики. Снова арсенал здорово играет в отборе. И прострел Генрих Никит. Относительно того, что неправильно себя ведет. Арсенал. Удар. Минди. Быстрые ноги, да, Минди? Хорош. Сейчас Минди был. Тила. Того придерживает Карвахаль. Карвахаль сейчас желтую получит. Вообще не заладилась игра у Дани Карвахаля. С самого начала и ошибки в простых ситуациях. В последнем арбитрах. И Бинди опять на всех парах бежит назад. Дженкинсон прострел. Снова азар. Модрич. Мяч под левой. Удар мыши вороты. У нас и там. Ой, еще один пас. Ну, по составу Реал, конечно, вышел выигрывать. Бензима. Попадает здесь. Здесь 10 миллионов с небольшим выложить. Казар. Зарабатывает штрафы. Бензима. Идентичный здесь проявил орбиту. Ну, с другой стороны, вот трансфер, который многих удивил, да? Набиль Фекир перешел из Леона, который попал. И не в оптимальном состоянии Рамос Варан. Тут было понятно, что будет много голов. Какой-то минимальный запас слов по-испански. Подача для всех. И для него, и для клуба. Азар сейчас играет на Бензима. Бензима. Вчера уже непосредственно перед матчем очень много было вопросов относительно Гарета Бэйла. Зидан. Этому удалось. Там Рамос. Ну, он не задрался у нас. Уреалу удалят игрока на 8-й минуте. Ля Козет. Хотя здесь удаление было абсолютно по делу. Подыграет Миссу Позел. Не будем об этом забывать. Тони Кросс. Правила нарушает против него Сократис по Пассатопу. Удал, между прочим, да? Подача в Страстную площадь. Снова Килор Навас. Добирается Дмитча. 60 на 40 преимущества Арши. Баскес. На Модрича. А здесь что? А это не желтое? А это не желтое? Вот сейчас пошло давление. Кросс. Криковато. Отпустил мяч Карвахаль. У него только желтое, кстати, есть. Но. Кросс. А вот отсюда Кросс может пробить. Кажется, попадает в своего. И будет в итоге удар от ворота. Ну и Баскеса передача. Кросс не дает ему Бензима пробить. Помешал здесь свой же игрок. Игорь Кириала. Друг другу мешает. Модрич. Заброс. И. Не проигрывает. Минди. У него очень быстро вот эти резкие ноги. Кросс подает. Заменили еще в самом начале матча, когда вышел на поле. Вместо удовольствия вот здесь бить Ассенсио. Марселло подает. А кому там подавать? Там никого нет. Там только Колосонец, который аккуратно в пиавке. Но с учетом Куртуа и Наваса, тогда еще это сигнал для Зиньгина Зидана. Вот это удар Марселло и принимает этот удар на себя. Ох, какой удар! Штанга и его головой положение у него нет. Нет, показалось, что может быть был Ассай, но тем не менее это было близко к Колу. Но это второе поражение, если оно сегодня будет. Реала. Хорошая передача. И скоро. И момент гол. Все-таки забивает Реал и Гаррид Бейл. Это делает сейчас сумеет ли достучаться до арбитра игроки Арсенала? Нет. Нет, показалось, что там Мартинус уже почти зафиксировал мяч. Ну вот не было ощущения, что на 100% надо смотреть. Конечно, потому что очень динамичный момент. Так, гол засчитан, судья показывает на центр игроки Арсенала, пытались доказать. Но разыграно здорово. Вот хорош пас от Марселло. С правой ноги успевает вывернуть стопу. Подача с фланга, что в принципе не свойственно абсолютно для Марселло. Здесь снова Мартинус Хорош. Модричи туда сразу вводим в передачу. Снова Модрич. Не проходит пас от Марселла. Но Зилл отрабатывает. Стал забирать мяч себе Марселло. Передача Асенсио. 2-2. Это было очень красиво. И через центр, и Марселло выдержал нужную паузу. И исполнил очень красиво Асенсио. Ну здорово сыграли все замены, которые Реал произвел. Бэйл забил. Асенсио с Иску и Марселло там закружили на фланге. Адриасолу порол. Да, сейчас Арсенал. Это хорошо. Видно. Бэйл передача. Да, действительно непонятный момент. Венисио с подачи в страшную площадь. Бэйл. Ну вот это узнаю брата. Уже был такой Эдегон. У Реала сейчас хорошая атака. Реал с него весь состав. Адриасолу и... Два шага назад. И забывает. Однажды уже эта дуэль закончилась в пользу Бэйла. На этот раз в пользу врата. И Тимо Куртова выручает. Удар. Ой, ну так... Тоже как у Джака с левой ноги. Ну пробел по-взрослому. И выше ворот. Ну нет, здесь по центру. Штанга! Для Урала и Дальнего Востока. Разбегается и забивает. Да, но он не забивает. Редактор субтитров А.Семкин